Привет всем любителям физики, физического эксперимента, а также астрономии, поскольку речь сегодня пойдет о делах земных и небесных. И поговорим мы о вопросе, с которого, быть может, астрономия и начинается. Почему бывают времена года? Ну или сказать совсем по-простому, почему летом жарко, а зимой холодно? Ну и, казалось бы, это такая тема, которую изучают в школе на уроках природоведения, физической географии, астрономии. Но все равно оказывается, что при любом опросе половина опрашиваемых дает на этот вопрос неверный ответ. И даже на физфаке, 30% студентов говорят, что летом теплее, потому что летом земля ближе к солнцу. Однако это решительная неправда, потому что ближе всего к солнцу земля в самом начале января. В перигелии она подходит к солнцу на 147 миллионов километров. А в начале июля в Афелии она удаляется дальше всего на 152 миллиона километров. Ну и видно, что эти расстояния различаются не слишком сильно, всего лишь на 3,5%. Ну а соответственно яркость солнца в начале января на 7% больше, чем в июле. Самое яркое солнце зимой. Однако зимой от этого не перестает быть холодно. И между прочим, люди, которые отвечают неправильно, могли бы задуматься, даже если они не знают таких тонкостей про расстояние, и сказать себе, но ведь когда у нас в северном полушарии зима, то в южном полушарии лето, а когда у нас лето, то у них зима наоборот. И ясно, что это никак не может быть связано с расстоянием от земли за солнце. Причина здесь определенно в чем-то другом. И между прочим, правильный ответ на этот вопрос знали еще древние и отвечали они на этот вопрос так. Зимой холодно, а летом тепло, потому что зимой солнце поднимается над горизонтом низко, а летом оно поднимается высоко. Ну, давайте для примера Новосибирск посмотрим. Наш город находится на 55-й широте. Ну, это означает, что полярная звезда над горизонтом стоит в 55 градусах. А, соответственно, солнце в дни осеннего и весеннего равноденствий поднимается на дополнение до 90 градусов, то есть на 35 градусов над горизонтом. Но летом оно поднимается выше. Надо к этим 35 градусам прибавить еще 23,5. Получится 58,5. А зимой надо наоборот, от 35 отнять 23,5. И получится 11,5 градусов. Вот такая разница подъемов в полдень. Солнце над горизонтом летом и зимой. Ну, и понятно, что она весьма велика. Давайте посмотрим, к чему это приводит. В освещенности земной поверхности. Рассмотрим идущий от солнца пучок световых лучей ширины А, падающий на землю под разными углами летом и зимой. Летом этот пучок освещает относительно узкую полосу, а зимой широкую. Ширины полос относятся как синусы, а освещенности относятся как обратные синусы. Ну и, соответственно, летом земная поверхность в полдень освещена в Новосибирске в 4,3 раза лучше, чем зимой. И понятно, что летом будет тепло, а зимой холодно. А вот объяснять, как и почему четыре времени года сменяют друг друга, мы и древние греки стали бы совсем по-разному. И греческий астроном стал бы рисовать нам вот такую диаграмму. Это, сказал бы он, Земля, а это большая окружность, это звездная сфера, окружающая Землю. Фактически это небо, которое мы видим. Теперь я проведу горизонт. То, что выше горизонта, мы видим на небе, а то, что ниже линии горизонта, мы не видим, оно закрыто землей. Следующая линия – это небесная ось, вокруг которой вращается небесная сфера, но ее северный конец указывает на полярную звезду. Вот этот круг перпендикулярный земной оси – это небесный экватор. Он делит небесную сферу на северное и южное полушария. А теперь самое главное. Небесная сфера вращается вокруг оси и делает один оборот за одни звездные сутки, когда все звезды возвращаются на свои места. А вот это – желтая наклонная окружность на небесной сфере. Это эклиптика, путь Солнца среди звезд, который оно совершает за год. Теперь я нарисую еще два круга. Это тропики. Северный тропик и южный тропик. И Солнце в своем годовом пути среди звезд по эклиптике летом поднимается к северному тропику, а зимой спускается до южного тропика. Ну и дневное положение Солнца зимой лучше нарисовать вот так, повернув сферу на полоборота. И мы видим, как Солнце поднимается высоко над горизонтом, низко над горизонтом, ну а во время равноденствий оно находится на экваторе и поднимается, соответственно, до среднего положения. И, в общем-то, эта диаграмма, она, конечно, многим из вас совсем непривычна. Но зато древнегреческие школьники изучали ее на занятиях по астрономии, и каждый мог ее изобразить. Ну а нам с вами, конечно, проще, потому что мы сразу же изображаем Солнце, земную орбиту и Землю, ось которой не перпендикулярна плоскости орбиты, но наклонена и образуется нормалью к этой плоскости угол в 23,5 градуса. И вот Земля изображена в четырех положениях. Когда она наклонена северным полушарием в сторону Солнца, в северное полушарие освещено хорошо, а южное хуже, в северном сейчас лето, а в южном зима. Ну а когда Земля находится в противоположной точке орбиты, все происходит наоборот. Она наклонена к Солнцу южным полушарием, там сейчас лето, а в северном полушарии зима. Ну а осень и весна в обоих полушариях, соответственно, это промежуточные положения между тем и другим, и оба полушария сейчас освещены одинаково. Ну все это были такие школьные прописные истины, и хочется чего-нибудь более серьезного, и я задам сейчас наш заключительный вопрос, он будет таким. Вот вы знаете, казалось бы, на экваторе у нас должна быть самая жаркая зона, но когда мы посмотрим на положение пустынь на земном шаре, мы увидим, что они находятся не на экваторе, а в тропиках. Северный тропик, это Сахара и большие пустыни Азии. Южный тропик, это пустыни Австралии или пустыня Намиб в Африке, ну или Атакама в Южной Америке. Спрашивается, почему на экваторе не так жарко, почему там климат более умеренный, чем в тропиках. Ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ютубе.